Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Производительность 360. В Нижнем Новгороде проходит второй федеральный форум, посвященный повышению производительности труда. Человек-легенда. 15 лет назад ушел из жизни летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Андриан Николаев. Сила, упорство, результат. Первый турнир по тяжелой атлетике памяти Сергея Шелтукова. Каких результатов ожидают от реализации национального проекта повышения производительности труда? Что предлагают регионным эксперты Федерального центра компетенций? Эти темы сегодня обсуждали на форуме в Нижнем Новгороде. В его работе принял участие глава Чуваши. Подробности у Дмитрия Ковалева. Прямой путь к эффективности. К реализации национального проекта повышения производительности труда и поддержка занятости приступили более 30 регионов страны. Перед властями субъектов стоят масштабные задачи. Детали обсудили на полях форума. Здоровая экономика. То, к чему мы стремимся. Наша первоочередная задача – сделать российскую экономику конкурентоспособной. От роста производительности зависит развитие экономики, отвечают спикеры форума. Стратегическая задача – повысить эффективность работы в промышленности и социальном секторе. На реализацию национального проекта заложены многомиллионные суммы. От инвестиций ожидают двойное дача. Именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом. Решение насущных задач социальной сферы. Форум «Производительность-360» для региональных властей – повод перенять лучшие практики, отметил глава республики. Самое главное – наша задача в чем? Чтобы улучшать качество управленческих процессов для того, чтобы поднять доверие простого народа к органам власти. Вот это самый главный вопрос. Ключевой вопрос и ключевая проблема. То, что здесь единая платформа создана и управленческой командой губернатора, и муниципальных образований, где живут на самом деле простые люди, по-другому говоря, на земле, вся эта единая платформа работает на качество оказания государственных и муниципальных условий. В реализацию национального проекта «Чувашия» включилась в прошлом году, став пилотным регионом. Эксперты Федерального центра компетенции работают уже на семи предприятиях республики. На очереди еще 23. В итоге производительность труда должна вырасти более чем на 30%. Такую задачу обозначил Михаил Игнатьев. Производительность труда по тем производствам, где на самом деле специалисты работают, уже увеличивается в среднем по году на 15%. Это вот очень важный фактор. То есть это очень правильно. Остальные должны смотреть и подтягиваться. Тем более же организации участвуют не сырьевого производства. Это прежде всего обрабатывающее производство, где добавленная стоимость производится на интеллектуальном труде. И в перспективе мы хотим эти процессы вовлечь 60 организаций Чувашской республики. Это минимальное количество. Бережливые технологии, позволяющие повысить эффективность труда, осваивают и медики республики. Модернизация больниц, повышение квалификации врачей, перевод регистратуры в поликлиниках на электронный формат работы. Все это, отмечает министр здравоохранения региона, привело к сокращению очередей у кабинетов. Но и потенциал еще большой. В прошлом году 18 поликлиник, в этом году 4 поликлиники вошли в работу по принципу бережливого производства. Люди видят те изменения. И здесь мне хочется сказать, и открытая регистратура, и комфортная зона ожидания наших пациентов, цифровизация. То, что мы сегодня можем и электронно, и дистанционно через интернет записаться. На прием врача-специалиста можно прийти, записаться через информаты. Ну и, естественно, сильная наша сторона, это была всегда цифровизация здравоохранения. То, что мы сегодня очень активно их используем, она дает свои плоды, но и удовлетворенность наших пациентов. Рост производительности, системная работа. Персональный ответ за реализацию проекта должны нести главы субъектов, отметил Сергей Кириенко. Вы знаете, что подписан указ президента, по которому у каждого главы региона появляются свои 15 показателей, которые точно, на которые влияние производительность труда оказывает очень серьезное. Я абсолютно уверен, что любой нормальный руководитель региона, когда он получает такой показатель, что сделает после этого, он поставит такие показатели своим доместителям, министрам и главам ключевых муниципальных образований. И я уверен, честно говоря, что он в 2024 году не закончится, потому что процесс улучшения, он бесконечен. И самое главное, когда люди это начинают чувствовать, у них у самих начинают гореть глаза. Все инициативы участников форума лягут в основу региональных программ развития. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Нижнего Новгорода. Мне часто снятся родные Шоршелы и звезды над ними. Сегодня день памяти третьего советского космонавта Андрияна Николаева. Он ушел из жизни 3 июля 15 лет назад. И с тех пор каждый год в этот день в его родном селе Шоршелы Морпосадского района собираются жители района в гости, чтобы вспомнить, каким он был. Легендарный космонавт, наш земляк, прославивший Чувашию на весь мир. Первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Дважды герой Советского Союза. Генерал-майор авиации Андриан Николаев был очень простым и отзывчивым человеком. Любил природу, с удовольствием играл в шахматы и занимался спортом. Рассказывает его близкий друг Леонид Белов. Двухлетний возраст мы стали общаться, он ко мне, я к нему домой. Потом начали вместе и рыбачить, и охотничать, учились в классе, в одном классе, 7 лет. Человек был очень общительный, очень простой был. Самый простой, общительный. Вот таким он был. Внимательный вообще к людям был. В селе Шоршеве о герое-космонавте знает каждый. Дом-музей, который находится в его родном селе, никогда не пустует. Частые гости – школьники. Для них биография и судьба обычного парня из небольшого чувашского села – яркий пример того, что можно добиться в жизни, имея цель. Я хочу быть как Андриан Григорьевич Николаев, потому что он дважды герой Советского Союза. Он летал в космос третьим, и также он первый, кто полетел в космос в Чувашии. Дети очень хотят быть похожими на Андриана Григорьевича Николаева. Даже когда они рисуют рисунки, то рисуют его, и там рисуют самих себя. Как будто они вместе с ним куда-то бегают на природу, на рыбалку. Юлиана Полякова переехала жить в село Шоршино из Башкирии в год смерти космонавта. День проводов Андриана Николаева помнит, как сегодня. Здесь было, конечно, очень много народу, потому что это такая знаменитость. Для нас это была большая тоже потеря. Я о нем тоже много знаю. В моем возрасте я тоже уже не молодая. Знала до этого, кто Андриан Григорьевич Николаев. И для меня тоже, с одной стороны, это была потеря. И вот я сюда сегодня привела внучку, чтобы маленько познакомился с историей, кто этот человек, маленько объяснять надо уже начинать. Андриан Николаев до последних дней своей жизни вел активную общественную жизнь. Писал книги, встречался с молодежью, был участником многих важных событий, происходящих в республике. Скончался в Чебоксарах на 75-м году жизни. Прах третьего космонавта покоится на родной земле, которую он очень любил, в селе Шоршелы. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Чебоксары получат более 3 миллиардов рублей в рамках проекта развития системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации. Эти средства столицы республики выделит новый банк развития БРИКС. Чебоксары и еще 4 города вошли в число финалистов конкурсного отбора. Накануне в Москве состоялось официальное подписание трехстороннего договора между Минстроем и городами-победителями. Проект рассчитан на 6 лет. Средства направят на 14 проектов. Реконструкцию загородного коллектора, строительство сетей в частном секторе, модернизацию насосных станций и другие. Сегодня наша съемочная группа осталась за забором строительной площадки детского сада одного из районов города. Как и представители администрации Чебоксар. Их и нас не пустили на объект. Почему? В репортаже Алены Герасимовой. Строительство детского сада идет в микрорайоне Университет-2. Ни журналистов, ни представители мэрии, которые решили проверить условия труда и наличие договоров у рабочих, на площадку не пустили. Якобы нет специального разрешения. Сотрудника компании-подрядчика, который даже не посчитал нужным представиться, не смущало, что перед ним представители заказчика строительства. И мы должны знать все, что творится на нашем объекте. В том числе мы должны знать, кто работает на нашем объекте, оформлены ли они надлежащим образом. После долгих разъяснений специалистов согласились пропустить, но без журналистов. Цель вашего визита, если есть, пойдемте. Пресса нам зачем для этого? На объекте все-таки есть какие-то нарушения, предполагаем. В связи с этим, скорее всего, и связана эта ситуация, что ни представитель заказчика, ни пресса не пускают на территорию объекта. Впрочем, чтобы увидеть хотя бы некоторые нарушения, заходить на территорию нашей съемочной группе не пришлось. Вот один пример. На некоторых рабочих отсутствовали защитные каски. В соответствии с правом по охране труда в строительстве, все лица, находящиеся на строительном объекте, обязаны находиться в строительных касках. Разбираться в ситуации теперь будут соответствующие органы. Что же касается соблюдения законодательства, то за уклонение от заключения трудовых отношений работодателю, если это юридическое лицо, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Рабочие делают свой выбор. Видимо, соглашаясь на такие условия, они готовы остаться без социального пакета, наработанного стажа и гарантий в случае производственной травмы. Алена Герасимова, Бахтияр Вилеев, Республика. Несмотря на лето и школьные каникулы, в учебных учреждениях полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Пока дети отдыхают, взрослые вовсю занимаются ремонтом, чтобы ребята начали новый творческий сезон в комфортных условиях. В Чебоксарской детской художественной школе номер 6 имени Акциновых идет активная подготовка к новому учебному году. Здание бывшего детского сада давно нуждалось в ремонте. Делают его поэтапно, определяя приоритеты. На ремонт поделены 3 миллиона рублей, республиканского бюджета – полтора миллиона, столько же из городского. Капитальный ремонт проходит в двух местах сразу – в филиале художественной школы, где занимаются малыши с трех лет, и в основном здание, где учатся ребята постарше. Особое внимание – безопасность ребят. Поэтому сейчас устанавливают новую пожарную сигнализацию. Родители должны быть спокойны со своих детей. У нас не было звукового оповещателя, поэтому в рамках этого ремонта у нас это все появится, потому что безопасность наших детей – это превыше всего. Кроме того, подрядная организация приступила к демонтажу деревянных блоков и их замене на окна ПВХ. Уже идет монтаж мягкой кровли и облицовка фасада керамическими плитками. Завершить работы планируют уже к концу июля. А это значит, что 1 сентября ребята придут в обновленное здание. 3 июля 33 года назад Чебоксары указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены Орденом Трудового Красного Знамени. Тогда, в 1986 году, Чебоксарский городсполком возглавлял Александр Авершин. Город Чебоксары был удостоен такой высокой награды за большие успехи, которые были достигнуты в хозяйственном и культурном строительстве, в промышленном производстве. Брельеф Ордена Красного Знамени и сейчас красуется на здании администрации города. Центробанк выпустил монету, посвященную 550-летию Чебоксара. Она имеет номинал в 3 рубля и диаметр в 39 миллиметров. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. Наоборотное – рельефное изображение достопримечательностей города Чебоксары. Драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города. Тираж монеты – 3000 штук. И в продолжение темы юбилея столицы. О предстоящем празднике моя коллега Ольга Пырочкина поговорила с главой города Чебоксары Евгением Кадышевым. То, что столица наша отметит 550-летие. Вот что это означает для горожан? Это ведь не просто праздничный день с концертом и салютами. Речь шла не только о том, как будем отмечать, но и о том, что 550-летие значит для горожан в долгосрочной перспективе. Какие дороги должны отремонтировать к празднику, какие объекты обещают достроить, как Чебоксары преобразятся. Ну, парк Амазония, я вам хочу сказать, как житель, который уроженец коренного жителя Чебоксара. Когда мы учились в Чувасском университете, в этот парк Амазония вводили… У нас там была практика геодезическая, конечно. Вводили наши студенческие взвода с военной кафедры для того, чтобы они там прятались на местности. Да, полевые условия были. В этот парк нельзя было так называемый днем ходить даже с такой вот интеллигентной компанией. Под каждым кустом там были костричи, разбитые бутылки. Что сейчас происходит? Это огромный шаг вперед. Ну, конечно, это небо и земля. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Сегодня в Центре развития маунтинбайка прошел первый турнир по тяжелой атлетике памяти Сергея Шелтукова. Спортсмены соревновались в том самом зале, в котором два года назад проводился чемпионат России по этому виду спорта. Оргкомитет тогда возглавил Сергей Шелтуков. Его не стало в сентябре прошлого года. В последние годы он занимал должность министра физической культуры и спорта Республики. Сергей Шелтуков сам активно занимался спортом. Был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Судьей всероссийской категории по легкой атлетике. Сегодня, 3 июля, ему исполнилось бы 48. Это первые открытые республиканские соревнования в памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Шелтукова Сергея Селевецовича. Он очень любил тяжелую атлетику, хотя, конечно, он всем видом уделял много внимания, но все-таки тяжелую атлетику он, наверное, больше любил, потому что это для него действительно его вид спорта. Он сам очень много лет жизни отдал тяжелой атлетике. Мы вместе с ним начинали, вместе с ним поднимали на одном помосте. Участники соревнований – сильнейшие тяжелоатлеты региона. Поднимали штангу из женщины и мужчины в разных весовых категориях. Наталья Шайманова сегодня выступала в весе до 71 килограмма. На счету воспитанница столичной спортивной школы имени Валериана Соколова победы на первенстве России и Республики. В честь такого человека надо обязательно выступать. Это уважение. Яна Мохина весит всего 49 килограмм. Тяжелой атлетикой занимается с 8 лет. Ее рекорд в рывке – 75 килограмм и в толчке – 100. Сейчас я, конечно, далека от этих результатов, потому что в последнее время было много болезней. Надеюсь, за три сбора до октября я приближусь к ним. В октябре должен состояться первенство Европы в Румынии. Впереди еще три сбора подготовки будет. Вот сейчас главная цель – это занять первое место на этом первенстве Европы. Спортсмены из Чувашии представляют регион на российской и международной арене. 11 тяжелоатлетов из республики входят в сборную страны. В командном первенстве на чемпионате России из 40 регионов наши спортсмены вышли на шестое место. Вспомним прошлый год, когда у нас выступало 4 спортсмена на одних соревнованиях. Это первенство Европы среди юниоров проходило в Польше. И вот из 4 спортсменов 9 медалей мы привезли с Польши. Я думаю, что это хороший показатель, потому что нас плюнуть сегодня, чтобы 5 спортсменов выехали полкоманды в стране – это очень сложно. Поэтому я думаю, что показатели очень хорошие. В памяти Сергея Шелтукове эти соревнования станут традиционными. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Это все новости среды 3 июля. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова